Добрый день, что ты? Привет! Держи, привет, друзья! Это еще так. Герой программы, член сборной Италии по вольной борьбе Франческо Ракуньо и первый в истории футбола тренер, который вывел африканскую сборную в четвертый с чемпионата мира, Валерий Непомнищин. Главная тема. Волейбольный Енисей начал подготовку к сезону в премьер-либе. Давайте поговорим. Они же вроде 15 лет не играли в высшем российском дивизионе. Да, но сейчас здесь все предпосылки задержаться там подольше, чем в прошлом. Тогда-то они играли всего два года. А они уже всех игроков скупили, которых хотели? Ну, вроде как да. Трансферная кампания завершена, цели и задачи определены. В общем, нам надо все это выяснить и рассказать. Ладно, с этим понятно, но нужна еще одна тема. Есть предложение? Может быть, в теннис-болл поиграем? А что это, смесь тенниса и футбола? И волейбола. Интересно, ни разу не слышала. Вот я уже играл и готов еще. Ну что, решили? Добрый день, вы в спортивном клубе. Меня зовут Горгий Аргян. И мы расскажем о самых интересных спортивных событиях недели в Красноярске. Итак, волейбольный Енисей начинает подготовку к первому за последние 15 лет сезону в Суперлиге. Состав полностью укомплектован. У тренеров есть 4 месяца. Именно столько осталось до старта чемпионата, чтобы создать боеспособный коллектив. Выход в Суперлигу Енисея обеспечил за тур до окончания чемпионата. Эту цель команда преследовала последние 3 года. Не хватало самую малость, но к этому сезону в Енисея подошли во всеоружии. Клуб подписал сразу двух видных легионеров. Капитана сборной Финляндии Анти Силтала и бывшего игрока сборной Кубы Юандри Диаса. Но главным приобретением стал тренер Юрий Чередник. Еще 2 года назад он возглавлял один из флагманов российского волейбола Московская Динамо. Вместе со столичным клубом вышел в финал чемпионата России и Лиги чемпионов самого престижного турнира Европы. Чередник сумел объединить команду. Игроки команды, наверное, все-таки поверили в то, что можно сделать этот результат, который клуб, город уже давно ждали от нас. Ну, естественно, это работа. Работа ежедневная, кропотливая работа здесь на тренировке. Контракт с Енисеем у чередника заканчивается. Сейчас идут переговоры о продлении. У тренера есть и другие предложения, но красноярская команда – приоритетный вариант. Признается, решение зависит от многих факторов. Один из них – комплектование команды. Енисею нужны 3-4 волейболиста с опытом игры в Суперлиге, где уровень соперников будет совсем другой. Это не понаслышке знает и Антон Мысин, лучший бомбардир высшей Лиги А этого сезона. 6 лет он играл в Суперлиге. Уровень игры выше. Гораздо. Это самый сильный чемпионат в мире. Суперлига российская. Сильнее нигде нет. Есть сильные команды в чемпионатах, но чтобы весь чемпионат был сильный, и команда, которая занимает последнее место, обыгрывает лидеров, ну это только в России такое может быть. Чтобы усилить команды и купить новых игроков, нужно увеличивать бюджет на 20-30 миллионов рублей. Но, по словам руководства, даже без дополнительных вливаний Енисе не будет статистом. Если мы возьмем тех трех-четырех игроков, о которых сейчас мы думаем, просто я считаю, что можно бороться за восьмерку однозначно. Если на уровне этой команды, я думаю, что по силам закрепиться первый год. В команде уже точно останется ее лидер Йоандри Диас, хотя виды на него имеют многие клубы. Долгое время он играл за сборную Кубы, но потом Федерация волейбола Острова Свобода дисквалифицировала Диаса на два года за попытку уехать в Европу. Сначала игрок обосновался в Польше, а затем перебрался в Россию. Международная федерация наказание отменила. Енисей – первый российский клуб в карьере Диаса. Наши СМИ высоко оценивают не только его игру, но и имидж. Прическа в стиле взрыв на макаронной фабрике никого не оставляет равнодушным. Представь, 8 месяцев назад у меня были довольно короткие волосы. Потом решил поэкспериментировать и отрастить, и стал замечать, что людям нравится моя прическа. Они фотографируются со мной, просят потрогать мои волосы. Если честно, мне и самому нравится, как они лежат. Несмотря на незнание русского и не очень хорошее владение английским, Йоандри легко влился в команду. Дружный коллектив, говорит Кубинец, главное их оружие. Мне очень нравится наша команда. У нас играют доброжелательные и приятные люди, поэтому есть взаимовыручка. Поэтому в коллективе всегда хорошая атмосфера. Наверное, благодаря этому мы и выиграли высшую Лигуа. Думаю, у нас есть будущее и в Суперлиге. В следующем сезоне команда примет соперников в Доме спорта имени Дворки. На арену уже прошла аккредитацию. Правда, вмещает она только 550 человек. Возможно, матчи с топовыми командами пройдут на других площадках. Дворце спорта имени Ярыгина или арене Север. Правда, чтобы постоянно заполнять большие залы, нужна конкурентоспособная команда. А это сейчас во многом зависит от краевых властей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Красноярск один из центров мировой борьбы переехал после окончания университета в Сардини, где учился на астрофизика. К тому времени он стал мастером спорта международного класса и входил в сборную Италии, что, по словам Франческо, немного стоит. Главный тренер сборной Италии, когда я вернулся в Италию, на чемпионат Италии, он подошел ко мне, да. А, ты в России был, там тренировался, да. Я думал, он сейчас меня спрашивает, ну, какие интересные новые приемы, какие новости. А он мне смотрит, а девушки какие там, симпатичные, да. Ну, если я туда поеду, найдешь для меня, да, хорошую девичонку, симпатичную, да. Франческо добился ощутимого прогресса. Уверения выступал на крупных соревнованиях, тренировался у именитых наставников. Самое незабываемое событие в карьере тоже случилось в Красноярске. Спарринг с трехкратным олимпийским чемпионом Буайсаром Сайти. Моя самая большая гордость, я так с ним несколько раз тренировался, даже боролся. И вот, ну, до сих пор всегда рассказывают Виталий, что самая моя, ну, гордость, честная, что я с ним тренировался, он мне несколько прием показал и даже сказал один раз «молодец», я до сих пор помню. Франческо понимает, в 32 года уже нет шансов на медали крупных турниров, сейчас тренируется больше для души, но будущее все равно связывает со спортом, теперь с конным. Юноши он выигрывал чемпионат Италии, а в 98 году Франческо признали лучшим молодым всадником страны. Тренировал его дедушка, который выступал еще на Олимпиаде 60-го года. Говорит, способностей к конному спорту было больше, но почему-то выбрал борьбу. В Красноярске он возобновил профессиональную карьеру, ежедневно тренируется по 5 часов, правда, пока привыкает к местным скакунам. Деньги на жизнь зарабатывает уроками итальянского, к тому же нужно платить за учебу. Он поступил в аспирантуру на математический факультет, живет Франческо у девушки, Россия ему по душе. В Италии, особенно на Сардинии, слишком медленная жизнь, а в Красноярске, уверяет, воспрял, стал более энергичным. Даже морозы нравятся, бодрят, но вот к грубости жизнерадостная Франческо привыкает с трудом. В автобусы я часто на автобусы езжу, да, и, ну, такие, особенно на 88-й, да, и всегда вот люди тайкают немножко, и потом даже пеняют на, как называется, на двери-то. «Сарди, откройте! Вот так, ну, откройте, пожалуйста, нет! Ну, такие, не так часто улыбаются». Франческо хочет получить российское гражданство, будущее связывать с нашей страной. «Когда я был в Италии, да, все равно был такой период, что меня отвезли и так далее, каждый день скучал по России, а когда здесь, не скучаю по Италии». Перед завершением борцовской карьеры Франческо хочет громко хлопнуть дверью. Летом начнет серьезно готовиться к декабрьскому чемпионату Италии, а затем отдаст все силы к конному спорту, но как всадник хочет представлять только Красноярск и Россию. Не хочет бросать спорт и наш следующий собеседник. Несмотря на преклонные годы, а ему уже 71, Валерий Кузьмич не помнишь и не думает об окончании тренерской карьеры. Сейчас он руководит Томью, одним из лидеров ФНЛ. Но главное его достижение случилось 25 лет назад. Он стал первым в мире тренером, который вывел африканскую сборную в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Итак, Валерий Кузьмич не помнишь и наша традиционная рубрика «Разговор». Вы для себя определились, когда закончите карьеру? В свое время я себе определил, что вообще тренером я буду где-то лет в 45 я закончу, потом стану зам, заучим в школе футбольной или даже может быть директором, но со свистком бегать не буду. После того, что там в жизни происходило, выяснил, что и в 60 так ничего еще. Мне когда исполнилось в 60, журналист спросил, вот вы как сейчас себя ощущаете? Я сказал, ну как, 60 на 60, потому что 4 года в Корее устал психологически и хотел отдохнуть. Через полгода принял новое предложение и оказалось, что и в 65 нормально тоже можно будет работать. И вот поэтому я на этот вопрос не отвечаю. Пока меня, пока востребован, буду работать. Все, кто с вами работал, описывают вас как доброго и тактичного человека. Вот были ли люди, которые пытались этим воспользоваться? Такое расхожее мнение, что я добрый, я добряк, я вот интеллигентный, я там не позволяю себе злоупотреблять неритературными выражениями. Да, это так. Но вот на заре моей деятельности, еще на профессиональном уровне, к моей супруге очень часто обращались ребята и говорили, вы скажите, пусть он лучше побьет меня, пусть он там поругает, чем вот он так друг по фамилии начинает обращаться, вот по именам, то вот друг по фамилии. У меня есть один момент, когда я могу серьезно оказать игрока. И тогда, когда я им недоволен, я его присаживаю на скамейку. Вот лишить игрока игры, я думаю, самое суровое наказание. Валерий Кузьмич, какое у вас самое большое разочарование и какая самая большая радость в Корее? Ну, наверное, вот этот матч на чемпионате мира 90-го года, когда мы за 7 минут переигрывали в сборной Англии, могли попасть. Два гола. Да, и пропустили два гола, оба с пенальти. И, может быть, вот в момент после игры я это не воспринимал, но, уверяю вас, на следующий день и в последующие годы, до сегодняшнего дня, досада, она меня гложет. Потому что одним из виновников вот этого, все-таки я себя считаю, потому что не вовремя не смог перестроиться, там нужно было укрепить оборону. Ну, вот это уже другая история. Вот это у меня самое сильное зачарование. Ну, и самое большое, вот карьерное, опять же, участие в чемпионате мира и победы на сборной Аргентины. Тогда же Аргентина была ведома Диэри Марадоной. У вас против него какая-то тактика была? Вообще, против сбора Аргентины было легко и трудно настроить команду. Я, когда говорят, что тренеры готовят тактические варианты игры, там, открыть или закрыть зону, там, игроков. Да, это так, но я отлично понимал, что, чтобы там не говорить против Марадонны или Каниджи, там, что-то они мастера, там, инопланетяне. Но было одно требование. Как можно жестче встречать этих игроков. Как можно плотнее играть. Не бояться там желтых карточек в этот момент. Только не допускать красных, хотя у нас случилось и красных, да? Почему я исходил из этого? Чемпионы мира выходят против ничего не значащей африканской команды. Они будут так психологически не готовы к тому, чтобы сражаться. Они думают о том, что у них впереди еще шесть матчей. Нужно себя поберечь в первой игре. Вот просто грубейший вот такой был наказ. Жестче, еще раз жестче. И когда нам удалось немножко их запугать, тогда у нас и моменты переставили. Гол не случайно это в принципе был. Вот, к сожалению, пришлось мне однажды использовать вот именно такую подготовку. Руководители страны пытались вам диктовать условия. Но это было как раз на период, когда мы завоевывали билет на чемпионат мира. Путевку мы вот в группе. Мы очень неудачно начали. Мы домашние игры с Анголой сыграли в ничью. В следующий матч мы проиграли в Нигерии. И в очередном матче у нас тоже по календарю был в выездной против Габона. Проиграем мы Габона и уже все закончилось. Мы не имели шанса пробиться в стадию плей-офф в розыгрыше Кубка. И вот тогда мне начали рекомендовать, так скажем. Мне прислали письмо за подписью. Ну, такой там есть президентский совет. Титул президентства страны, что 8 человек вот эти должны быть в составе. А 3 человека я вправе выбрать. Вот этот момент у нас злился перед матчем против Габона. Это противостояние. Я сказал, что я буду сам определять, кто должен играть. Мне сказали, что это очень солидные люди. Они не только страной умеют управлять, но и в футболе кое-что понимают. Вот этот момент был. И я сказал, что, да, больше того скажу, президент, не президент, министр молодежи и спорта сказал, давайте так договоримся. Вы берете ответственность за себя, пожалуйста. Ну, после поражения в Габоне, значит, я прямо оттуда лечу во Францию, вас отправляем в Москву, а вашу супругу через посольство постараемся эвакуировать из Камерона. Потому что возвращаться в Камерон нельзя будет. Вот такая ситуация была. Это абсолютно серьезно он мне говорил. Ну, вот и один выиграл. Да, мы выиграли эту игру. И потом еще там 8 игр подряд мы потом выиграли. Слушайте, а как вас встречали в Камероне после чемпионата мира? Я не знаю, не помню население города. Ну, по-моему, весь город был. Потому что и с младенцами на руках. И нас в военных таких машинах в открытых везли. И у меня разорвали сорочку. И там детей мне сували. А это высшее проявление, когда в Камероне. Ну, гость ты приходишь в гости, и тебе если дают ребенка, ну, младшего в семье, значит, они этим оказывают такое. Вы лучший. Олег Григорьевич, вот ваш успех случился 25 лет назад. Уже 25. Уже 25 лет назад. Вы когда-нибудь, вот сейчас думаете, что-нибудь может еще повторить такое в жизни? Тогда я подумал, что да, в тренерском деле я уже чего-то понимаю. Но уверяю вас, каждый новый год, каждый новый сезон заставляет меня думать о том, что-то нужно менять, над чем-то нужно работать. Много чего сделано, но очень хотелось бы что-то сделать на новом уровне, и дальше, завтра и послезавтра. А теперь давайте разберемся в малоизвестной, но очень увлекательной игре. Теннисбол – командный вид спортов, который играет футбольным мячом через теннисную сетку на площадке размерами с волейбольную. Несмотря на то, что теннисбол – симбиоз трех видов спорта, футболисты имеют очевидные преимущества. Чем мастеровите в футболе соперники, тем дольше розыгрыши, а значит, интереснее поединок. Главное, что нужно запомнить, участники вправе пускать в ход любую часть тела, кроме рук. Игрок может коснуться мяча только один раз, вся команда не больше трех. Придерживаться правил, как мы поняли, сложно в двух случаях. Если человек обращается со снарядом слишком плохо, или что вряд ли лучше, если человек обращается со снарядом слишком хорошо. Одного касания явно не хватает. Теннисбол хорош тем, что в эту игру можно играть хоть четвером, хоть вдвоем. И эта игра будет не менее увлекательной, чем игра в футбол с большим количеством людей. Теннисбол – одно из самых популярных упражнений на тренировках футбольных команд. Вот, например, увлеченно перекидывают мяч Леонель Месси и его партнеры по испанской Барселоне. Теннисбол для футболистов не просто развлечение. Игра по признанию специалистов помогает спортсменам улучшить техникам. В первую очередь, это техника владения мячом, развитие координации. Также включается игровой момент, азарт. Футболистам очень интересно играть в теннисбол. Игра возникла в Чехословакии в 1922 году. Футболисты пражской славии полюбили перебрасывать мяч через натянутую веревку. Позже ее заменили сеткой. Игра быстро стала неотъемлемой частью тренировочного процесса многих команд. Официальные правила теннисбола написали в середине 30-х. В конце 80-х возникла Международная федерация, которая ежегодно устраивает чемпионаты Европы и мира. Не так давно в Аргентине провели звездный турнир с участием легенд южноамериканского футбола. Соревнования показали на национальном телевидении. Несмотря на веселую и непринужденную атмосферу, победители всех возможных футбольных турниров, в том числе и чемпионатов мира, бились до последнего в каждом розыгрыше. В финале Диего Армандо Марадона и Эрнан Креспо встретились с более молодой, но не менее именитой парой Леонелем Месси и Карлосом Тевисом. В Красноярске тоже провели знаковый турнир. Первый открытый чемпионат города. Участвовали около сотни игроков, правда, хорошо известных, а разве что с твоим близким родственником. Но, как говорил Пифагор, начало – половина целого. Ну, круто, конечно, но, мне кажется, это не совсем женский вид спорта, и я бы не справилась, на мне бы останавливался каждый розыгрыш. То честно. Гор, а что покажем на следующей неделе? Есть возможность сделать интервью с голкипером Национальной хоккейной лиги Антоном Худобиным. Он, кстати, недавно переехал в Красноярск. Так что не пожалейте 20 минут своей жизни, и вы узнаете о спорте больше. Удачи!